Привет, дорогие друзья! Сегодня хочу провести маленький эфирчик на тему, почему же люди залипают в соцсетях. У меня сложился небольшой такой пазл на эту тему и хочется им поделиться. В чем же основная причина, почему люди берут свои телефоны и сидят, тыкают, читают странные посты других людей, смотрят странные фотографии, смотрят странные короткие видеоролики, которые уже поднадоели, но кому-то нет. И кто-то продолжает смотреть. И почему это происходит? И кто-то отвечает, что это способ уйти от реальности. От какой такой реальности нужно уходить? Что-то плохо, что ли, где-то? Зачем от этого уходить? Зачем уходить от жизни-то? А затем, что жизнь, нужно жить, да, и в жизни случаются различные обстоятельства, которые вызывают неприятные эмоции. Вызывают боль, вызывают разочарование, вызывают страх и другие такие чувства, которые большинство людей не хотят проживать. Подавляющее большинство. Не хотят и тем самым в соцсетях прячутся от них. Прячутся от своих же чувств, спрячутся от своей жизни, да, и действительно говорят. И здесь, помимо этого, есть еще ряд моментов, о которых мы сейчас поговорим. Да, то есть, почему? Да, на самом деле, по тому же, почему едят сладкое, да, то есть, можно закусить и вроде как лучше. А здесь можно посмотреть, там, пару сотен коротких видеороликов и вроде как становится лучше. Вроде как эта боль исчезает, притупляется, куда-то уходит. Вроде как фоновая тревога куда-то девается, и действительно она куда-то девается. Она уходит вглубь, проваливается, потому что мозг испытывает стресс во время просмотра эмоций. То есть, он пытается как-то усвоить информацию из этих соцсетей, но ее усвоить невозможно. Ну, ее там нет просто. То есть, в большинстве вот этих такого развлекательного контента, да, нет информации. А мозг пытается как-то это переварить, что-то сделать из этого. И постоянная вот эта еще смена фокуса внимания, то есть, сначала одно, потом второе, потом третье. Мозг наш биологически не заточен под такую нагрузку. И он впадает в состояние такого стресса, такого тяжелого. То есть, он пытается как-то это все переварить. А это невозможно переварить, потому что там нечего переваривать. И я заметил даже по себе, что когда вот есть внутри такое напряжение, то хочется, да, взять телефон и залезть в какие-то вот прям тупущие, притупущие истории. Какие-то вот прям самый трэш какой-нибудь сидеть и втыкать. И, да, есть еще такой великий отмаз. Это развлечение. Развлечение. Ну, это не развлечение. Развлечение это посмотреть какую-то хорошую, классную комедию. Посмотреть подборку каких-то приколюшек, да, длинную. Ну, широко, да, полноформатную может быть. И сходить что-то сделать, да, пообщаться с какими-то людьми, о чем-то, может быть, встретиться с друзьями, там, порассказывать шутки, порассказывать, кто у кого что смешное было и так далее. Вот это развлечение. В соцсети это не развлечение. И я даже сталкивался с исследованием, что чем больше... Да, еще обучение, да, забыл сказать, что для кого-то это обучение. Окей. Вот. Сталкивался с таким исследованием, что чем больше человек учится, чем больше он берет теоретическую информацию, не воплощая ее в практику. Ну, то есть, условно говоря, посмотреть ролик, как что-то сделать, но не воплотить это. Там, скачал с пиратских сайтов, да, кучу обучающих курсов. Посмотрел их, ну, в силу того, что не заплатил, ну, что-то делать не захотелось, не сложилось. Или даже купил, честно, курс, но не сделал. И вот эта информация, она как бы, ну, по мнению исследователей, занимает место в мозгу и приводит к отупению. То есть, практические навыки ухудшаются. Практические навыки людей, то есть, обычные практические навыки, да, то, что они могут делать руками, они ухудшаются, если просто читать, изучать только теорию, не воплощая ее в практику. То есть, понятно, что можно посмотреть фильм, да, просто тоже развлечься, получить удовольствие. Можно посмотреть какое-то научное видео, да, которое невозможно вот вам воплотить в жизни. Тоже нормально, да, интересно, но тоже в меру, да, без фанатизма смотреть. А можно выбрать что-то, и часто такое происходит. Я сейчас посмотрю что-то, чтобы решить мою проблему, да, какую-то проблему человек себе придумал. И просматривает ролик, чтобы решить ее. И такой, завтра, завтра решу, завтра по-любому решу. Да, 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 возьму завтра, завтра, завтра. И вот это вот создается некая задача, которая приходит в статус незавершенка, естественно, гештальт открывается, который тратит ресурсы, которые приводят к отупению. И по мнению исследователей, эти изменения необратимы. Ну, вот здесь я с ними не согласен, эти изменения обратимы. Не просто обратимы, достаточно сложно их обратить, но обратимы. Вот, поэтому, если вы выбираете какое-то видео по своей сфере, то будьте добры воплощать это в свою жизнь. И даже недавно я сам столкнулся с такой историей, то есть я занимаюсь виндсерфингом, и сейчас сезон подошел к концу, и, ну, тренировки практически невозможны. И у меня накачана куча, выбрано точнее на ютубе, куча видосов про то, как изучать разные элементы. И я их такой думаю, ну, что-то грустно как-то сидеть, не кататься, посмотрю эти видосы. И я начал их смотреть, и вот прям прочувствовал вот это, что я их смотрю, а воплотить-то я их не могу, как бы негде. И мозг начинает реально отупевать немножечко. То есть я вот прям прочувствовал этот момент, что, блин, я смотрю, а что толку-то? Я не запоминаю. Запомнить можно там один-два элемента, да, сходить потренировать их, потом посмотреть еще один-два элемента, сходить их потренировать. Да, вот так можно. Но когда там сразу такой объем данных, и все, и просто мозг сидит такой, зачем мне эта информация? А как бы надо. И вот происходит такая штука. То же самое с короткими роликами может тоже происходить. Если там что-то вдруг полезное начнет попадаться, вы начнете смотреть что-то полезное, и вам, соответственно, соцсеть начнет показывать что-то полезное. А научиться по коротким роликам невозможно. Это исключено. Чтобы научиться, нужно хотя бы там минут 30-40 вовлекаться в одну тему, слушать, да, те же лекции слушать и практику делать. Но это длительно. А за короткий период не научиться. Вот, поэтому... Вот, поэтому да. Поэтому это тоже уход от реальности, от действительности, от текущей тревоги. И второй момент. Второй момент, почему человек залипает в соцсетях, а потому что он не знает, что ему делать. То есть у него нет занятий. У него нет хобби. У него нет какой-то любимой работы, да, например. Нет там любимых отношений. И ему просто нечем заняться. И вот когда человек не знает, что его заряжает, какое дело, какое занятие его может зарядить, он, соответственно, уходит в соцсети. А что еще делать-то, ну, на самом деле? Ну, раньше не было соцсетей. Шли гулять там, да, с кем-то встречаться. Сейчас в соцсети зачем подходить, встречаться? Можно просто позалипать дома. Либо поесть сладкое, да, тоже можно. Либо немножко прибухнуть. То же самое, на самом деле. Те же самые потребности закрываются. Просто уровень боли разный. У кого сильная боль, ну, уже хочется бухать, да, потому что там более действующие штуки. А на самом деле эту боль можно просто взять и проработать. И не будет хотеться ни сладкого, ни бухлишечка, ни соцсетей. Вот, да, хорошо. Что еще? Что еще? Может, сегодня мы поставим рекорд по линии эфира. Самый короткий эфир. Да, как узнать, что делать? Нужно пробовать. Нужно обращаться к специалистам, да, которые подскажут, что делать. К друзьям вспоминать детство и просто делать. И рано или поздно что-то понравится. Так, хорошо. А, есть еще, да, история посмотреть красоту. Ну, это тоже нормально, да, как искусство, например. Я иногда люблю там включить какой-нибудь красивый видеоролик и просто посидеть, понаслаждаться. Красиво, да, классно. Про тот же винсерфинг, например. Прям люблю какие-нибудь там соревнования включить. О, красота. И не то, что учиться. А, вот этот вот так он повернул, вот так парус переложил там в эти руки. Не, не, просто спокойно понаслаждаться. Как красиво, какие трюки красивые, да, прикольно, классно. Я тоже когда-нибудь так научусь. Вот, потому что когда у человека есть свое любимое дело, у него есть занятия, в соцсети ему абсолютно неинтересны. Какие-то тупые ролики смотреть абсолютно неинтересны. Потому что есть жизнь, которая намного интереснее всей этой виртуальной фигни. Опять же, в соцсети инструмент общения, это классно, да, там можно знакомиться, можно общаться, можно обмениваться чем-то. И это супер. Ну, тоже не стоит замещать этим. Ладно, что я уже банальные вещи начинаю говорить. Живое общение, да. И вот эти вот боли, да, вот эти эмоции, которые человек не проживает, из-за которых он попадает в этот капкан соцсетей и других удовольствий, они же как клещ. Они как клещ присасываются к вам, да, они не прожиты, вы их даже не замечаете. И вы вот ходите с ними, ходите, ходите, и думаете, что все норм. А вот эта фоновая тревожность, она присутствует, и вроде уже стала нормой. Просто ее так чисто рефлекторно хочется немножечко подубавить. И есть вот такие способы, да, вот залипнуть просто в телефоне. О, вроде чуть полегче стало. Вот, а как только вы поймете, откуда эта боль, откуда она взялась вообще, из какой ситуации, как она вами управляет, как она вас ведет вот в эти «удовольствия» в кавычках, то все, ну, этого, как правило, бывает достаточно осознать, что это за клещ, что это за эмоция, назвать ее, увидеть причину ее, первое событие, которое я запустил, и все, это чувство, оно начинает проживаться. И когда вы увидели клеща, да, который у вас там сосет кровь, его уже невозможно не убрать. Ну, как бы, зачем с ним дальше ходить? Можно, конечно, да, но лучше убрать. Ну, если есть еще вероятность что-то занести, то еще и отнести его на анализ. Может быть, даже какую-то профилактику там сделать и так далее. То есть, обратиться к специалистам, да. Ну что, сегодня рекорд. На этом у меня все на сегодня. Поэтому, собственно, вывод-то, да, если вы сидите в соцсетях, значит, что-то вас тревожит. Подумайте, что это может быть. Поанализируйте свое состояние. И к чему-то вы придете. Доверяйте себе. И до скорых встреч в эфире. Подписывайтесь на телеграмчик.